Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать! Меня зовут Юлия Амещук. В этом видео я вам покажу вторую часть создания прозрачной картины с сухоцветами. Итак, начнем. Сразу одеваем масочку, перчаточки. Добрый день всем! Сразу приступим к замешиванию смолы. На этот этап работы нам понадобится полтора килограмма смолы. Также берем густую смолу. Густая эпоксипейн. Сегодня будет вторая часть заливки. После того, как я перемешаю, я все вам объясню. Я сделала еще один промежуточный слой после эфира. Ну, поподробнее все объясню. Но замешивание смолы всегда скучный процесс. Я вам пока расскажу, что в компании ПРОПИТАЙ снизились цены на самые популярные эпоксидные смолы. Это очень приятная новость. Эпокси 520. Эпокси пейн густая и жидкая. И Риверглаз. Полтора килограмма 1900 рублей. А Риверглаз 1300. Ну и чем больше объем вы заказываете, тем дешевле цена за один килограмм получается. Это одна приятная новость. И вторая у нас на сайте появились новинки. Жидкие красители. Полупрозрачные красители. С дозатором, с капельницей. То, что мы все ждали. С хорошим объемом. Они идут по 30 миллилитров. Красители высокой концентрации. Там для окрашивания достаточно 2-3 капельки. Ну и при добавлении небольшого количества. Смола все равно остается полупрозрачной. Так. Саму смолу добавили. И теперь отвердитель. Отвердитель легче льется и быстрее. Отлично. Теперь тщательно, хорошенечко перемешиваем в течение 3-5 минут. Мешаем спокойно, не торопясь. Со дна, со стеночек все-все-все собираем шпателем. Хорошенечко промешиваем. Очень важно перемешать состав до однородной массы. Спасибо за ваши сердечки, мои дорогие. Я сейчас сразу добавлю капельку красителя. Возьму я его так же, как и в прошлый раз, на зубочистку. Не надо придать такой легкий холодный оттенок. Много не надо. Поэтому, чтобы не усилить, вот так достаточно. И я беру на зубочистку. Использую вот такой синий краситель. Вот видите, совсем-совсем немножечко. Вот видите, легкий-легкий. Это он в объеме еще кажется голубым. А когда будет он в тонком слое, он будет прозрачный, но холодный. Достаточно, я думаю, смыла промешана. Стала такая более жидкая, текучая. Я считаю, что она готова. Теперь смолу оставляем в стороночку. Пускай она немножко отдохнет. Воздух пускай выйдет самостоятельно еще. А мы приступим дальше. Так, пускай так стоит, уберу пока. Так, теперь самое интересное. Мы будем создавать лед. Вот так я вам покажу, чтобы было понятно, что мы будем делать. Пускай здесь лежит. Вот такие льдиночки. Чтобы получился вот такой рельеф, нам надо его создать. Я взяла вот такую упаковочную бумагу. Вот так чуть-чуть, чтобы было понятно. Она тонкая. Можно взять чуть потолще. Ну, в общем, я ее брала в магазине для творчества. Можно, я думаю, что ее найти в магазинах цветочных. Вот цветы, которые продают. Думаю, они это все упаковывают. Ну, либо там в подарочных каких-то магазинах для упаковки подарков. Там есть эта пленочка. Потом я взяла вот такую раму. Это для того, чтобы мне сделать глубину бортики, куда было заливать. То есть, вы можете взять любую там коробочку, тарелочку. Любой удобный предмет с бортиками, чтобы был объем. Теперь, пока я убираю сторонку. Очень берем эту бумагу из фен. Смотрите, если у вас строительный фен, то тонкую бумагу он может сжечь. То есть, работайте на самой низкой температуре. Ну, то есть, отрезаем листик. Примерно, не знаю, полметра. И сейчас будем его гнуть. Плавить. Так вот, если вы работаете со строительным феном, то работайте на низкой температуре. Либо возьмите бумагу потолще, чтобы она не расплавилась в дырочке. Ну, а если у вас такой фен обычный, вот как у меня, для волос, тогда отлично. Тонкая бумага тоже подойдет. Итак, что мы делаем? Мы сейчас ее вот так просто мнем, как-то где-то руками придерживаем и феном плавим. Я пока объясню, потом включу и буду работать. Вот таким образом. То есть, нам важно создать вот этот рельеф, потом, чтобы мы заливали. В любом порядке, в хаотичном, как ваши руки чувствуют, так и делаем. Так, включаю фен и будем делать. Добрый день, Юлия, добрый день. Я включаю на самую высокую температуру. Добрый день, Юлия, добрый день. Вот так. Теперь берем нашу подложечку. Как я уже говорила, можете взять любую. И малярным скотчем просто закрепляем ее. Переворачиваем. И с обратной стороны закрепляем. То есть, такую технику вы можете применить так же в заливке подносов, стаканчиков, ну, чего-то интересного. Вот так. Вот так. Все перевернули. Спасибо вам за эфиры. Все всегда четко и по делу. Благодарю. Вот теперь вот это все воздушно. Это не страшно. Мы когда нальем смолу, она опустится. Вот так. Можно еще немножко придавить вот здесь. У меня тут слишком поднялось. Все, дырочек нету. Это хорошо. Смола не пробежит. Отдвигаем в сторонку. Берем нашу смолу. Я предпочитаю отлить сразу стаканчик, чтобы не с ведра большого. Вот так. У меня стаканчик 300 граммовый по-моему. 330 вот так. Юля, почему не на глянцевую сторону заливать? Гляньте, что вот этот вы имеете ввиду? А ну тут без разницы. Нам нужна потом будет верхушечка. Она в принципе и так и так глянцевая получается. Матовая она не получается. Так. Ставлю. Все. Тут сложности никакой нет. Просто выливаем смолу. Вот так. После того, как она высохнет, на следующий день, очень легко она отходит от этого материала. И потом можно ее вот так как-то обрезать, поломать. Я ломала. И как раз таки эти льдинки мы будем потом формировать в углы картины. Так. Убираем. Как раз тот случай, когда горелка здесь неуместна. Так как это все может поплавить. Поэтому используем корректор для эпоксидных составов, для удаления пузырей воздуха. Сбалтываем. И на расстоянии там 10-15 сантиметров от изделия наносим. Все. Если даже какие-то пузыри воздуха останутся, то они даже очень симпатичные будут смотреться в этой льдинке. Да? Как замерзший лед, вода. Вот она моя красавица. Так. Теперь по картине. Смотрите, ребят. Первый слой мы делали тонкий. Мы брали 480 грамм смолы. Так как у нас объемные цветы, нам важно было как можно меньше сделать слой. Супер идея. Так. Сейчас спущу телефон. Потом после эфира я залила еще один слой. Я брала 1,2 кг смолы. И создала еще такой промежуточный слой цветочков. Сейчас я вам покажу поближе. Ну, то есть, чтобы был объем. Видите, это вот первый цветочек, который мы заливали в эфире. Это вот второй, который я через 1,2 кг. Вот второй слой положила. Ну, то есть, создала такую еще одну глубину. Потом еще добавила цветочков на поверхность. Вот это на втором слое уже лежит. Вот, видите, они все уже пошли на второй слой. То есть, ну, более такой объемный, более 3D эффект. И на втором слое я не добавляла голубой. То есть, я оставила полностью прозрачную смолу. Так как я понимала, что у меня следующие слои будут с оттенком голубым. Чтобы тоже не было много голубого. И сейчас будем заливать просто слой сюда. Так как у нас вот эти цветы очень объемные. Нам необходимо их залить. И потом же, когда мы с вами в следующий мастер-класс будем завершать картину, мы создадим еще один слой и будем соединять как раз-таки вот этот лед, который мы с вами сегодня залили, вот в эти углы. То есть, ну, вот как-то так. Это все будет на следующем эфире. Пока это промежуточный этап. Сложности здесь нет. Просто выливаем. Напомню, размер у меня примерно, ну, размер картины 50 сантиметров. Помню, там 49 на 35. Я вот шпателем с этого ведра сейчас ничего не снимаю. Так как я не перелила в емкость. И, скорее всего, там есть где-то недомес. Ну, если даже он там есть, пускай он там на стенках и останется, чтобы он в картину не попал. Ну, вот, в принципе, наши цветочки практически все закрыты. То есть, следующий слой мы возьмем, конечно, потоньше. Ну, там посмотрим. Все вылили. Смотрим. Все красиво. Все мне нравится. И также берем наш корректор и убираем воздух. Не знаю, вам видно или нет, но прям сразу пузырьки уходят. Вот так. Все, ребят, это и есть вторая часть заливочки. То есть, мы с вами создали подложечку, залили лед и будем потом его соединять с картиной. И залили нашу картину смолой третьим слоем. Давайте вам поближе покажу. Так, ну вот, видите, практически они все закрылись, цветочки. Там еще есть воздух. Сейчас пройдет еще минут 10. Я еще раз пройдусь корректором, чтобы окончательно как можно больше их убрать, потому что очень много их. Все, а это вот наш ледик. Он застывает. Уже очень красиво. Спасибо. В принципе, заливочка и сам мастер-класс несложный, так как все просто. Смола та же, что и в первом эфире, пропутила начало. Да, смола та же, смола густая, эпокси-пэйн. И следующий тоже будет на густой. Ну, густая, во-первых, хорошо для создания леда. Она объемная, да, она держит объем и как раз создаст вот этот вот ледик, и он будет объемным. И вот он, видите, он с двух сторон глянцевый. Кто спрашивал, заглянется. Много времени я вас не отняла. Это тоже приятно. Спасибо вам, дорогие мои. Спасибо вам за сердечко. Спасибо вам за присутствие на эфире. Желаю всем всего хорошего. И до новых встреч. Увидимся в следующую пятницу. Пока-пока.